Друзья, я всех приветствую! Сегодня рассмотрим два универсальных станка очень интересной конструкции. Данные станки были призваны увеличить область применения в сфере металлообработки и дать рабочему возможность при небольших габаритах использовать максимальное количество вариантов обработки заготовки. Начнем с весьма необычного станка, изготовленного в городе Эль Кистуна, Швеция, компанией А.Б.Р. Аумквист и Компани, L-400 Пилот. Уникальность данного станка состоит в возможности подбора высоты передней бабки на нужный уровень в достаточно широких пределах. Однако это не единственное, что делает данный станок универсальным. Станина станка, как обычно, изготовлена из прямоугольной чугунной плиты. Направляющими каретки поперечной подачи являются, по сути, два стальных стержня внушительного диаметра. Однако, при ближайшем рассмотрении мы можем заметить еще один посередине, на котором передвигается задняя бабка, что существенно дает возможность экономить рабочий ход каретки. Но это не единственная причина появления данного стержня. В правом конце станка, кроме креплений для направляющих, мы замечаем трехступенчатую коробку подач с рычагом для их перебора. Вал, приводящий коробку подач в движение, расположен внутри стального стержня, находящийся посередине и берет начало от механизма передней бабки. Далее, крутящий момент через систему шестеренок коробки подач передается на трапециевидный вал, приводящий в движение каретку поперечной подачи. В правее коробки подач находится маховик продольной подачи. Хочу отметить, что такая идея расположения коробки подач достаточно актуальна, ввиду того, что передняя бабка имеет и так достаточно нагруженную конструкцию. С левой стороны направляющие каретки крепятся уже в более сложную конструкцию. Здесь расположены также втулки, по которым ходят два остальных стержня для подъема передней бабки. Между стержнями находится трапециедальный винт со штурвалом на конце, с помощью которого, собственно, и осуществляется подъем. Данная конструкция очень удобна при выполнении сверлильных и фрезерных работ. Передняя бабка и шпиндель приводятся в движении однофазным двигателем на 1500 оборотов в минуту, расположенный на чугунной платформе с возможностью натяжения приводного ремня. Обороты вращения шпинделя можно было регулировать в шести диапазонах от 70 до 1500. Примечательно то, что в поднятом положении передней бабки не было возможности автоматической подачи каретки. Да это, собственно, и не требуется. Поперечная подача осуществлялась через ласточкин хвост. Также и крепление резцедержателя имело форму ласточкина хвоста, что давало возможность крепления вместо него и другие приспособления, как, например, тиски или фрезерного упорного стола. Все маховики были оснащены довольно точными лимбами. Также на передней поверхности чугунной станины располагалась металлическая линейка, что позволяло более точно ориентироваться в размерах при обработке заготовки. Еще одним поистине удивительным творением инженеров является универсальный станок, разработанный еще в начале 20-х годов Джоном Вильгельмом. Амс Триплекс. Это был комбинированный станок, способный выполнять токарные, фрезерные, сверлильные, расточные, шлифовальные работы. Ввиду его максимально оригинальной конструкции, данный станок до сих пор не находит в себе конкурентов. Основа станка, который составлял около 226 кг, напоминала конструкцию радиально-рычажного сверлильного станка с тяжелой чугунной опорной плитой с тремя Т-образными пазами, несущей на своем левом конце колонну большого диаметра. К колонне подвижно крепилась станина станка с направляющими каретки поперечной подачи. Станина могла двигаться в двух плоскостях относительно колонны, вдоль и вокруг нее. С правого конца станина дополнительно крепилась к вертикальной стойке, что существенно увеличивало жесткость конструкции. Данная стойка выполняла также функцию задней бабки. На подвижной станине мы также можем заметить два штурвала для управления позиционированием. Левее находятся ручей гиб крепления станина. При желании подвижная станина могла быть откинута в сторону, что позволяло крепить на Т-пазы различные дополнительные приспособления, как например тиски, поворотный стол и так далее. Шпинтельная бабка вместе с коробкой передач и двигателем могла быть передвинута на нужный угол благодаря интересной аркообразной формы салазок с ласточкиным хвостом. В крайнем верхнем положении передняя бабка стояла строго вертикально под 90 градусов относительно стола, что позволяло проводить фрезерные и сверлильные работы. Для облегчения процесса сверления на передней поверхности находился рычаг выдвижения шпинделя, а рядом рычаг закрепления шпинделя в позиции. Шестиступенчатая коробка передач и двухручейный шкив позволяли подобрать нужную скорость вращения шпинделя от 90 до 1050 оборотов в минуту. Конечно, данные станки были созданы для хоббийных работ и имеют очень много компромиссов. Однако, давайте будем честны, ведь многие из нас захотели бы иметь в гараже такой экземпляр. А на этом все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok